Всем привет! Кто ещё со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моём парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь. Я уверена, вы у меня не заскучаете, а мои постоянные любимые зрители, те, особенно, кто подписан на меня в соцсетях, наверное, видели, что у меня случился нечаянный, не запланированный, но очень долгожданный отпуск. Я вернулась буквально пару дней, полтора, наверное, даже дня назад. Отпуск случился быстрый, и именно за это я не успела записать вам видео про ароматы, которые я брала с собой. Исправляюсь, очень хочу поделиться с вами эмоциями, которые я уже прожила на все эти ароматы на море. Да, мы были на море, в Турции, на Средиземном море. Поехали! Ароматов брала я немного, только лишь из-за того, что мне очень хотелось, чтобы каждый из них заикарился с тем или иным днём, чтобы были эти эмоции, чтобы были подкреплены ещё и ароматными какими-то такими впечатлениями. Так, я начну, наверное, с красавца, который, мне кажется, однозначно будет мне напоминать о моём отдыхе на море, потому что мы душились этой новинкой. Да, аромат буквально у меня прям просто несколько недель, и уже побывал со мной на югах. Душились вместе с мужем, потому что по-другому не получится. Это William Parfumerie Body Paint. Я сейчас про него вам рассказывать не буду. Я хочу записать вам целое отдельное полноценное видео, потому что у меня есть что рассказать. Это моя любовь. Этим ароматом пропитан весь мой отпуск. Этим ароматом до сих пор пахнут вещи, которые не успели ещё побывать в стирке. Прямо вот буквально следующим роликом я вам запишу отдельно. У меня есть что сказать. Следующий аромат, который также всегда со мной из отпуска в отпуск, ну, практически, да, наверное, всегда со мной, это Killian in the City of Sin. Во-первых, я люблю брать вот такие вот travel форматы, которые не от Levante, а именно такие вот классные флакончики, потому что всё-таки у меня есть идея фотографировать это всё. Люблю его именно летом, независимо от того, отдыхаю я, либо это отдых просто в нашей средней полосе у нас дома. Он мне пахнет солёными маринованными огурчиками. Здесь явственная нота кардамона, которая даёт ощущение именно вот таких вот пряностей, солёностей. И тугие сливы персики, то есть такие вот тоже как бы южные фрукты, но без мякоти, а именно такая вот кожурка мягкая, бархатистая, тугая. И в сочетании с солёными маринованными нотками мне это даёт ощущение свежести, мне это даёт ощущение лета. В жаркую погоду, особенно на море, такие ароматы раскрываются наилучшим образом. Поэтому однозначно всегда ездит со мной. Я прям брала абсолютно на донышке, ещё чуть-чуть даже привезла. Он стойкий, он... Ещё у меня есть про запас 3 целых колбочки, поэтому, да, скатала я его на отдых. Следующий аромат, который также съездил со мной, во-первых, это компактно, во-вторых, это то, что однозначно в тему на пляже. Это бренд-синоним, аромат называется Ахломан. Ахломан, я вам всё подпишу, вся информация внизу в инфобоксе под видео. Это тропические фрукты, ледяной коктейль, арбузные брызги и полное погружение в атмосферу именно летнего отдыха, либо вообще какого-либо праздника. Аромат, правда, на самом деле поднимает настроение, будоражит и создаёт атмосферу, да, праздника каждый день. Фрукты абсолютно разные, то есть, как я уже сказала, тропические фрукты. Слышу арбузность и слышу абрикосы, возможно, даже больше курагу. И, знаете, когда аромат в тепле, он ещё даёт ощущение взбитых сливок. То есть, это такой гурманский сладкий десерт, который идеальным образом вписывался мне вечером под какие-то вечерние коктейли, выход на ужин. Ну и на самом пляже это также будет актуально. Это также стойко, ярко, аромат долгоиграющий, но, тем не менее, очень комфортный именно в том плане, то, что он не раздражает, не надоедает, особенно, когда на улице жарко, когда светит солнце, он приятно. Приятным образом, комфортным образом сидит на своей обладательнице. Что ещё хотела сказать? Да, есть такой факт, стопроцентный доказанный факт, то, что в жаре, во влажном воздухе, на югах, везде, где на самом деле на улице сильно жарко, ароматы держатся не так долго, как бы нам хотелось. Мне вот как раз хотелось в некотором плане провести эксперимент. Да, на самом деле есть такой факт, что дальше я вам буду рассказывать про свою любимую, но приберегу интригу, буду рассказывать про аромат, который дома я просто отмыть не могу. На море, это, конечно, жизни этого аромата намного меньше. Но, тем не менее, вот это я слышу полдня, это стойко, это ярко, это очень вкусно. Здесь огромная, как я уже сказала, корзина фруктов, и именно ощущение такого сочного арбузного сока, именно в плане брызг. Очень рада, что также эта история заикарится у меня с отдыхом. Ну, я надеюсь, я пока ещё не знаю, потому что я телом-то здесь, а головой я ещё там. Но, тем не менее, что-то да должно всё-таки напоминать, какой-то аромат точно должен. Так, едем дальше. Следующий – это любимец, красавец. Обожаю его всегда и везде. И, конечно же, захотелось мне взять его с собой. Это Ксержев линейка Косомарати Ля Тоска. Также поехала из-за своего компактного размера и из-за безмерной, всеобъемлющей, неописуемой моей любви к нему. Вот как раз он, этот аромат, я хотела сделать ему проверку. То есть, на самом деле, в обыденной своей жизни я его отмыть с себя не могу. То есть, это настолько яркий, настолько въедливый, диффузный, заполоняющий собой всё аромат, что, да, на одежде он держится просто вечно, ну, на коже целый день. Про что же он? Да, это лимонные корки и яркая, ядовитая, такая прям очень-очень-очень въедливая пудра. Но, тем не менее, вот, видимо, за счёт того, что есть лимон, есть старт такой, освежающий, бодрящий, лимонный, этот аромат не сидит плотно, этот аромат также не грузит. Несмотря на свою яркость, он всё-таки, ну, как будто есть какая-то нотка свежести в нём. На море мы ходили гулять, я его надевала, было пасмурно-пасмурно, но очень душно и тепло. Он с меня слетел буквально, наверное, часа через три-четыре, либо, возможно, в воздухе кружились всевозможные запахи, что отвлекало меня от какого-либо парфюма. На селе ароматом были пропитаны вечерние прогулки по городу, что-то такое, ну, не пляжное настроение, а именно уже такие прогулки в более позднее, более вечернее время. Да, я, наверное, надо было начать. Вообще, сейчас Турция пропитана, настолько пропитана разнообразными запахами, что вот просто голова идёт кругом. Мы как только вышли с самолёта, это сразу бросается в нос, то есть у них сейчас так же период цветения, цветёт всё, что можно. Прямо любая валка, она истончает прекрасные запахи. Я там впервые, кстати, понюхала, как пахнет жасмин, то есть всем известно, то, что в средней полосе России всё-таки это у нас чубушник. Жасмин пахнет правда иначе. Он пахнет намного ярче, он пахнет немного с туалетными нотками. Да, это стопроцентный факт. Мы гуляли вечером по аллее, мы с дочкой всегда подходили нюхать этот куст. Он вкусно, он очень вкусно пахнет, томно, ярко, просто, не знаю, головокружительно. Также было множество различных цветов, которые я опознать не могла, но запахи, ребята, это что-то. Так что парфюмы носить, это можно было вообще ничего не брать, и ты там просто утопал бы в естественных запахах природы. Так, что у нас дальше? Дальше я брала с собой, чтобы носить на пляж, ароматы от Эрме, Жур Д'Эрме, вообще мой нелюбимец. Я его, как-то, знаете, больше, наверное, терплю, чем люблю, но теперь я к нему прониклась на 100%. Он у меня был лет, наверное, 5 назад. У меня с ним не срослось, я от него избавилась, и буквально тем летом у меня посетила идея, что я очень хочу вернуть его в коллекцию, потому что у нас было мега супер жаркое лето, буквально за 30, и именно в такое пекло, в такую прям вот сильную жару мне хочется кислятины. Та же кислятина, допустим, сады Месье Ли. Мне кажется, они, кстати, очень похожи. То есть, здесь лимон, такой лимон на старте, что даже выделяется слюна. Такое ощущение, что вы его просто взяли в рот, этот лимон, именно не корка, а именно сам фрукт. И вот эта вот кислая его история, да, вот этот вот самый кислый момент, он идеален на жаркую погоду, он идеален в соленом воздухе, он идеален для того, чтобы проводить время на пляже, под солнцем, на море. И на самом деле он мне очень понравился. Возможно, еще он как-то более интересно раскрывается в такой вот влажной морской атмосфере. Но сейчас я его нюхаю, я вспоминаю эти вот лежаки, свои вот эти разноцветные парео. Я уверена, он также у меня заикарится. Такие вот ароматы с ярко выраженной кислинкой. Мне кажется, лучше использовать либо в самую жаркую погоду, либо куда-то брать с собой на отдых, где, ну, также предполагается жара. Еще раз повторяюсь, то, что аромат для меня абсолютно посредственный, и взяла я его, наверное, ради парфюмерного эксперимента, и чтобы еще как бы больше проникнуться, потому что такие кислые ароматы я ношу крайне редко. Бывают такие лета, что и жары-то сильно не бывает. Вот в том году повезло, я его носила достаточно часто. Я его купила второй раз именно в том году. Так что также свозила я этот флакончик на море, и нисколько не пожалела. И последний на сегодня это Олимпиад Пакарабан. У меня, что у меня, по-моему, туалетная вода, я вам подпишу. Ну, куда же без этой соленой карамели, куда же, как не летом, когда же, как не летом, когда же, как не в отпуске носить такие ароматы с ярко выраженной нотой соли. У меня была дилемма. Я хотела взять либо ревил от Кельвин Клайн, либо вот эту вот чудесную Пакарабана. И всё-таки выбор остановился на этом. Это также был аромат для вечера, для ужина, но, в принципе, и на море, когда вы идёте загорать, также никто не помешает вам носить данный парфюм. У него даже, мне показалось, есть какой-то эффект уходовой косметики от солнца, имеется в виду солнцезащитных кремиков различных. Либо я уже себе это притянула за уши, прифантазировала, либо у меня наслоился мой крем с ароматом вот этой вот олимпии, потому что им ещё пользовалась моя дочка. Мы брали общую парфюмерную как бы посылку, да, и чтобы всё было доступно, и чтобы всё было взаимнозаменяемо. С мужем мы душились одними ароматами, с дочкой другими. Чудесная сладко-солёная карамель, которая идеальна в солёном морском воздухе. Всё. На сегодня у меня всё. Если это видео было вам интересно, полезно, ставьте мне пальчики вверх. Обязательно жду вас в комментариях пообсуждать данную тему. Также пишите, что вы обычно берёте на отдых, что вы, возможно, планируете в ближайшее время взять, возможно, что-то из нового. Хотите также протестировать в какой-то другой среде, в другой атмосфере, в других погодах. Ещё раз говорю, что жду вас внизу в комментариях. Также проходите в соцсети, там всё намного быстрее, вся информация намного обширнее, объёмнее. Всё. Я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok